В чемпионате первенстве Сергея Посадского района по боксу для участия заявился 61 спортсмен, из них шестеро девушки, из Сергея Посада, Ходькова, Краснозаводска и других населенных пунктов района. Организатором соревнований выступила районная федерация бокса при поддержке администрации района. Перед началом боев участников поздравили ветераны этого вида спорта, пожелав чистых побед. Я поздравляю вас с праздником бокса, как он является первенством Сергея Посадского муниципального района по этому виду спорта. Хочется, чтобы участники показали все то умение, все навыки, в общем все то, чему их научили тренеры. Чтобы бои были трассированы, чтобы победители были по-честному выиграны, так сказать, победители. Ну и чтобы мы в дальнейшем развивались и прославлялись этот посадский бокс на большом ринге России, и не только России, а и номеровом ринге. Напутство у юных спортсменов и вице-президент Федерации бокса Московской области Максим Дубровский. Мастер спорта России по боксу Сергеев Посад приезжает не в первый раз. Говорит, что успехи к нашим мальчишкам обязательно придут, но уже сейчас выделяет одну из участниц. Тем более, что женский бокс теперь на подъеме. Одним из символов для развития является участие в первенстве Московской области в Красноармейске. Уверены просто, что все это впереди, это все нарабатывается. Все-таки бокс, какой вид спорта, это не один день, а не один год. Боксер растет в течение длительного периода времени. Порой два олимпийских цикла должно пройти, чтобы какой-то хороший действительно результат был. У вас федерация очень молодая в городе. Но я вот уверен, что Алексей Викторович при поддержке ветеранов, делая это в Сергеевом Посаде, поднимет на достаточный уровень. Мы всегда помогаем, всегда рады, поддерживаем. Когда надо, приезжаем, приглашаем. У нас сейчас вот будет первенство Московской области в Красноармейске. Буквально в среду стартует. Сергеев Посад участвует. Это уже большой показатель, потому что первенство Московской области – это очень сильное соревнование. Первый день турнира – своего рода отборочный. Олимпийская система вводит в следующий день участников финальных боев. Конечно, Олимпийская система. Бокс не больше одного боя в день. И после первого поражения боксер выходит из турнира. Награждается третьим местом, бронзовой медалью и готовится к следующим соревнованиям. К слову сказать, видимо и сами участники, и болельщики настолько соскучились по боксу, что порой эмоции перехлёстывали за пределы ринга. И получали соревнования не только кто кого перебоксирует, но и кто кого перекричит, поддерживая своего участника. Для многих боксеров первенство района – не первый серьёзный турнир. Так Кирилл Ковринец и Лев Судаков оба 2006 года рождения занимаются боксом в год. Лев выступление уже закончил, стал третьим. Первый же бой Кирилла на этих соревнованиях оказался победным, но признался мальчик сложным. Что тебе говорил тренер? Какую установку делал? Он говорил, что нужно первым номером работать и что нужно всё время на него идти. Ты выполнил эту установку? Да. Сам себе какую оценку поставишь за первый бой? Не знаю. Доволен, недоволен? Доволен. Соперник мне был знаком, я с ним дрался уже в прошлом году, тоже зимой, 14 января, почти год назад. Ну вообще, как оцениваешь и себя, и его? Подросли вы, скажем так, в мастерстве за этот год? Я думаю, подросли гораздо, потому что в нашем первом бою друг с другом мы были гораздо менее техничны. Лев, а скажи, пожалуйста, вообще результат удовлетворён или не очень? Вообще, результат не очень удовлетворённый. Я на самом деле не чувствовала, что я проигрываю. Следующий турнир, который пройдёт под эгидой района Федерации бокса, состоится в феврале. Его приурочат ко Дню Защитника Отечества. Уже традиционно там соберут представителей этого вида спорта со всего Сергиево-Пасадского района. Татьяна Трушкина, Сергей Власов. День города.